Сотворение мира Стоя там, на невидимой сцене, он распростер свои руки и сказал «Да будет свет!» И хотя, возможно, прошло еще 800 лет, пока появился свет, Бог изрек, и это считалось все равно, что совершившимся. И стал свет. Космический свет, и электричество, и энергия. Помимо солнечного света, существуют всевозможные разновидности света. И кое-что из этого Бог задействует позже, в том числе для формирования наших дел. И когда свет разогнал мглу, тьма собралась в одном углу, а на противоположной стороне засветил свет. Бог назвал свет днем, а тьму назвал ночью. Тьма и бедствие рассеялись, и заря радостей пробудила этот мир. Божье Слово всегда отделяет свет от тьмы. Это был первый день. Затем Бог сказал «Да будет твердь, и пусть она отделит воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью». И назвал Бог твердь небом. Теперь Бог отделил грязную землю от атмосферы. Ситуация уже выглядит гораздо лучше. Это был второй день. Затем Бог сказал «Да соберется вода, которая под небом, в одно место. И доявится суша». И, возможно, еще сотни лет извержения вулканов и землетрясения выталкивали из земли холмы и горы. Затем, когда вода стекла и собралась в низинах, земля стала подсыхать. И назвал Бог сушу землею. А собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Хаос преобразился в нечто величественное. Это был третий день. Но Бог совершил в третий день кое-что еще. Бог сказал «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И пусть растения сеют свои семена и создают новые растения в точном подобии себе. Пусть по всей земле вырастут растения. И когда Бог проговорил, стало так. Растения не появились моментально. Но семена Божьего Слова находились там под водой до того, как сформировалось реальное семя. Бог позаботился о каждой детали. Он знал каждый цветок и каждый лист, который вырастет. И Бог возлюбил это. И сказал, что это хорошо. Это был третий день. В четвертый день Бог повелел, чтобы на небе рассеялись облака для того, чтобы проник солнечный свет. Солнце должно было светить каждый день в дневное время, а Луна должна была светить ночью. И светила должны были служить для знамений и для исчисления дней, и месяцев, и времен, и лет. Бог проговорил и стало так. В Библии еще говорится, что создал Бог два светила великие. Светила большее для управления днем, и светила меньшее для управления ночью, и звезды. Бог взял созданное им светило и поставил на тверди небесные, чтобы светить на землю, и управлять днем, и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. Это был четвертый день.